здравствуйте мои дорогие подписчики и гости моего канала я еще покажу вам занятия с алексеем сейчас вот вы посмотрите да еще ла ла ма давай еще ла ла ма а теперь лак да еще ла ла опять ну когда есть еще ла давай еще ла не почему на ла не как мы произносим ла давай еще ла лак лак давай еще лак язык наверх ла лак лак а теперьива ки бе пи ла ла давай Сейчас пи пи ла а давай себе пи лай Давай еще. Пи. Ла. А теперь мала. Ма. Ла. Ма. Ла. Вот. Ма. Ла. А теперь да ла. Да. Ла. Еще да. Да. Ла. Хорошо. Еще давай. Да. Да. Ла. Хорошо. А теперь ж. Ла. Ж. Ла. Нет. Малины. Ж. Ла. Давай еще. Ж. Ла. Давай еще. Ж. Ла. А теперь давай. Не надо там к. Никакая нету. Просто ж. Ла. Ж. Ж. Ла. Вот и все. А теперь кулак. Вот теперь там дождь. Ку. Ку. Ла. Ка. Нет язык на это. Ла. Ла. К. Еще давай. Ку. Ку. И наверху. Ла. Ла. К. Давай. Ку. Ку. Ла. Ла. К. Вот. Молодец. А теперь калач пробуем. Ка. Ка. Ла. Ла. Ч. Теперь пробуй сам. Ка. Ка. Ла. Ч. Давай еще. Ка. Ка. Ла. Ла. Ка. 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 А теперь давай. Ла. Ла. Ка. Ка. Давай еще раз. Ла. Ла. Ка. Нет. Почему? Где ла? Где язык? Ла. Ки. Давай еще раз. Ла. Нет, не ва. Ки. Еще раз. Ла. Нет. На верх язык. Ла. В. Ки. А теперь давай. Лайка. Нет. Где язык? Лайка. Ла. Ка. Ла. Ла. Е. Из. Под. Лавки. Лавки. Где язык? Лавки. Нет. Ла. Ки. Вот. Лает из-под лавки. Вы посмотрели занятия. Так же как и звук Л. Мы ставили на всех занятиях. То есть делали упражнения. Так же мы работали и над звуком Л. Из моих видео вы наверное видели. Я уже показывала много раз движение Алексея по постановке звука Л. Он научился его произносить. Одно время он Л путал с Н. Потому что язычок при произношении и у звука Л и у звука Н стоит наверху. То есть в одном положении. Ну постановка конечно звуков разная. Это вы можете увидеть из моих видео. А сегодня вот вы посмотрели занятие, в котором мы с Алексеем отрабатывали у Алексея слова. Мы произносили, мы учились произносить звук Л в словах. Вот. Если ребенок говорящий, то обычно мы работаем только над одним звуком. Мы произносим, работаем либо над звуком Л, либо над звуком Л. А вот у неговорящего ребенка мы работаем параллельно над всеми звуками. То есть, чтобы сформировать у ребенка фонетико-фономатический слух, он должен произносить много слов, разных слов. То есть, если он научился произносить звук Л, значит мы берем слова и произносим со звуком Л. Научился произносить звук Л, мы потихонечку тоже начинаем произносить слова. Ну вот, примерно в таком плане идет работа над звуком Л. Занятие мое закончилось. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok